доброе доброе утречко сейчас буду делать омлетик и яичницу злата просто омлетик попросила а мы будем делать бутерброд с яйцом и сверху расплавленный сыр это я уже приготовила молочко для омлета это кофе мы стоит вьетнамский очень люблю если смогу показать стоит сейчас мы пьем вот такой такой-то вьетнамский кофе заказываю тоже в закупках магазине он дорого стоит вот яички приготовила и сыр сейчас буду делать завтра ну вот златочки омлет хлеб со сливочным сыром милане бутерброд яичница с сыром на хлебушке еще там творожники сыр а у меня два бутерброда чем тут занимается мой ребенок ай какая красота рисует да ну-ка покажи ой молодец за рамочки не выходит молодец умница красота я пошла на уличку пошла в магазин а на улице и дождь и якоть и холодно что я купил в курином магазине в общем я купила пельмешки без спешки детские это октябрьская птица фабрика у нас открылась и куриные пельмени на всякий случай мало ли что бывает всякое или приболежали еще что пусть будут кефир молоко к ним возит очень классное молоко мы всегда у них берем и взяла копчености для горохового супа и куриные гребешки ни разу не видела в продаже вот решили попробовать что это такое вообще а это для супа взяла также куриное филе 3 килограмма и окорочка там на супе на рабочке полтора килограмма а с куриного филе я разделю его на три части одну часть оставлю в свежем видом там мало ли что там с капусты подушитель еще что-то одну часть замариную это для жарки отбивных и одну часть делаю фарш так 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 сегодня у меня до шторок опять руки не доходят и рассказываю значит вот это я буду солить и потом я буду доставать и просто жарить можно делать отбивнушки но нужно посолить перед этим я приготовила для этого соль паприку сила шпика копчености приправу и чесночок я это все посолится замаринуется и потом жаришь будет мясо мягонько и не буду отдавать сок потому что соль держит себе сок а это я приготовила сейчас буду делать фаршик просто его посолю поперчу и все потом буду доставать добавлять лучок яички и буду жарить сделаю заготовочки так сначала займусь мяском так дочь не трогать не трогать сейчас все рассыпешь зай добавлю 2 столовых ложки сюда соли не стесняясь совсем пересаливать тоже не надо 2 столовых ложки будет вполне достаточно дальше прям на глазик прям на глазик паприки паприки можно побольше с копченостями она прям написано паприка с дымком и она прям такой вкус дает сила шпика копченостей тоже так вот и чесночка совсем чуть-чуть вот все убрали и быстренько все пожамкали на сутки в холодильник и завтра я что-то пожарю что-то уберу морозилку красота ну все теперь я это убираю в холодильник накрываю пакетиком а остальное буду делать сейчас так получилось у нас на выходе вот я не взвешиваю большой пакет сделала и маленький фарша маленький это на суп с варикадериками с лапшой девчонки очень любят а это сделаю котлетки когда будет кости отдыхать или вообще просто взял настряпал уже добавил конечно же фарш я подсолила поперчила подсолила чтобы он не отдавал воду при заморозке и при разморозке он будет держать воду при себе и мяско останется сочным так а я сейчас сделаю домашний майонез для этого мне понадобится я уже все делаю на глаз раньше дело прям по пропорциям сейчас вот на глаз вот где-то у меня треть наверное 700 700 миллиметровой баночки так я беру это мне так вкусно то есть пропорции могут быть разные чайная ложка соли и я беру вместо сахара беру сахарозаменитель и ложечку соли можно даже еще наверное маленько чуть-чуть чуть-чуть добавить и теперь теперь не надо разбить два яичка мне до этого потребуется две руки так как бы мне так показать вот я разбиваю просто мне два маленьких яичка обычно если это со до высшего сорта то одно яичко вот на такое количество но у меня маленькая поэтому мне надо в чем здесь самый прикол это в том что нужно начинать взбивать именно желтков так сейчас в общем я опускаю и собираю аккуратненько желтки вот мне показать аккуратненько чтобы их не порвать и чтобы они его я ставлю так прям ставлю и начинаю взбивать и она прям сразу загустевает и начинает вот сейчас покажу одной рукой очень неудобно сейчас я взобью такая получается густая как прям очень густая вот прям густая такая вот теперь сюда я добавляю еще чайную ложку горчицы у меня горчица вот такая вообще зернистая но лучше не зернистая обычным то остренько добавляю и еще разбиваю вот так ну и вот собственно сколько получается то есть получается больше немножко но он вкусный и без всяких там кислот яешек и так далее моя девочка он животик уже большой да дай-ка тебе скоро будешь опять худенькая да да мулечка красавица девочка скоро будет мамочка девочка уже неудобно умыться неудобно лизаться большой пузик то вот такой пузик вот наконец-то очередь дошла и до шторок сейчас буду заниматься так итог сегодняшней работы все я уже бросаю я приметала приметала буду прошивать завтра еще низ сделаю заметая и можно будет прошивать носим не время конечно завтра будет ничего потихонечку потихонечку сделаю вот так что я уже здесь полоску пришла я молодец а теперь я пошла быстренько кушать готовить все что вот мяско которая посолила она постояла вообще-то у меня получается сколько часа 4 5 до 4 с половина часа и я сейчас буду делать мяско на сковородке а на гарнир я сделаю гороховую кашу муж попросил гороховую кашу давно хотя только что гороховый суп но он любит голову гороховый суп и гороховую кашу поэтому я сейчас сделаю вкусненькую в мультиварке а что я сделаю с мясом я его разделила вот она стала прям такое плотное когда она посолилась в идеале чтобы она постояла хотя бы 12 часов остальное я отправила в морозилку и вот оставила получается здесь две грудки и вдоль разрезала и осталась одна сейчас я это все отправлю на сковородочку мяско на сковородке накрываем и примерно 7 8 минут как только прихватиться верхушка можно будет переворачивать а гороховая каша уже в мультиварке готовится пока не записалась я записывала записываю не записалась в общем я челе перевернула и когда на маленьком минутке 3 поджарила сверху положила сырочек и закрываю сейчас крышечку ну вот какие красавцы получается а у меня пошла уже вторая партия а что ты делаешь мы получаешь да наверное ну да мне очень нравится красиво давай говорить давай ты попрощаешься пока пока и и все и мы сейчас будем ужинать и ждать папку пока пока